Губернатор Евгений Койвышев на заседании инвестиционного совета выступил с инвестиционным посланием на 2016 год, которым определил задачи для эффективной реализации инвестиционной политики и социально-экономического развития территорий. Месяц назад, когда я выступал с бюджетным посланием, уже отмечал, что инвестиционная активность – это, наверное, один из самых главных рецептов экономического успеха любого региона. Поэтому вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные и самые важные вопросы в современных условиях и важные вдвойне. Евгений Койвышев подчеркнул, что привлечение инвестиций и формирование благоприятных условий для деятельности инвестора – это общая задача органов государственной власти и органов местного самоуправления, требующая максимальной консолидации и концентрации совместных усилий. Сложившаяся ситуация в экономике непростая. Она сегодня устанавливает конкуренцию за инвестиционные ресурсы. И двигаться по инерции, просто ожидать восстановления благоприятной конъюнктуры – это не наш путь, не путь промышленного региона. Для нас залог успеха – это наращивание активности по формированию привлекательной для бизнеса инвестиционной среды. Сегодня необходимо дальше развивать диалог с бизнесом. Сегодня необходимо заинтересованное отношение к инвесторам, плотное взаимодействие с федеральным центром. В Свердловской области в первом полугодии 2015 года объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил почти 111 миллиардов рублей. И это ниже, чем в первом полугодии прошлого года. Безусловно, что регион такое положение вещей категорически не устраивает. Губернатор справедливо отметил, что эти показатели частично обусловлены высокой инвестиционной базой 2014 года. И напомнил, что в прошлом году объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области составил 370 миллиардов рублей. Были пущены в эксплуатацию крупные промышленные объекты, среди которых новый прокатный стан на Северском трубном заводе, целый ряд новых объектов здравоохранения, среди которых и госпиталь восстановительных и инновационных технологий в Нижнем Тагиле, и лечебный корпус Северо-Уральской центральной городской больницы, 15 спортивных сооружений, включая 6 фоков. Мы строили школы и детские сады, реконструировали объекты культурного наследия, развивали транспортную и инновационную инфраструктуру. По итогам января-октября текущего года в регионе также есть положительные результаты. Практически ежемесячно сдаются новые объекты в промышленности, сельском хозяйстве, социальной и инфраструктурной сферах. В их числе шахта Черемуховская глубокая в Северо-Уральске, первая очередь прокатного комплекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе. Новое литейное производство корпусных деталей в Полипском, детская поликлиника в районе Академический Екатеринбурга, автомобильная дорога в Верхней Пешме. Сегодня ведется строительство и модернизация 15 объектов молочного животноводства, которые будут введены в эксплуатацию в этом году. В целом на территории области в настоящее время реализуется более 200 инвестиционных проектов. Тем не менее, общий вывод, он должен быть понятен и однозначен. Мы сегодня должны удвоить усилия по привлечению инвестиций, активнее работать над созданием, я бы сказал, суперблагоприятной среды для инвесторов. И наша стратегическая цель – обеспечить переход от реализации штучных инвестиционных проектов в комплексной системе массового привлечения инвестиций. А ближайшая задача – обеспечить положительную динамику по итогам 2016 года. Обращаясь к членам инвестиционного совета, Евгений Куевышев попросил их, выстраивая работу в сфере инвестиционной политики в 2016 году, обратить особое внимание на определенное принципиальное положение. Во-первых, необходимо сформировать новое качество инвестиционного климата. Такое явление, как административные барьеры для бизнеса, должны уйти в прошлое. Вся деятельность государственных и муниципальных органов управления должна быть направлена на стимулирование инвестиционной деятельности. При этом надо обеспечить приток инвестиций не только в экономику и производство, но и в социальную сферу региона. Здравоохранение, образование, культура, спорт имеют высокий инвестиционный потенциал, и мы должны создать оптимальные условия для развития этих отраслей. Вторым пунктом губернатор обозначил то, что уже в следующем году, начиная с 1 января, должен заработать комплекс дополнительных мер по увеличению притока инвестиций и стимулированию малого и среднего предпринимательства. Евгений Куевышев попросил присутствующих уделить особое внимание вопросам встраивания субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперационные цепочки с крупными предприятиями. По его словам, это серьезный резерв инвестиционного роста. Третье. Это планы привлечения инвестиций в каждое муниципальное образование. Уже в 2016 году каждый муниципалитет должен найти свой инвестиционный проект или лучше пакет проектов. Для этого считаю важным максимально быстрыми темпами внедрить практику предложения, подготовленные Министерством инвестиций и развития Свердловской области, среди которых Муниципальный инвестиционный стандарт, Институт муниципальных инвестиционных уполномоченных и Муниципальное агентство развития. Четвертым ключевым направлением инвестиционной политики в Свердловской области губернатор назвал проекты государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Сегодня уже реализуются 17 таких проектов. На стадии проработки еще несколько. Это и третий пусковой комплекс автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга и строительство автодорожного моста через городской пруд в Нижнем Тагиле, а также многие другие. Предварительная оценка инвестиций по уже обсуждаемым проектам может составить порядка 19 миллиардов рублей. Считаю, что органы государственной власти и муниципалитеты должны осознать себя и действовать в качестве публичного партнера бизнеса. В этой связи поручаю каждому исполнительному органу государственной власти и местного самоуправления в течение 2016 года сформировать дополнительно не менее 5-7 инвестиционных предложений. Я уверен, такие предложения и есть. Губернатор акцентировал внимание на том, что сейчас необходимо активизировать работу по формированию специальной инфраструктуры. Это касается индустриальных и технопарков, в том числе частных, особоэкономической зоны Китановая долина, территории опережающего социально-экономического развития в Краснотуриинске. При этом крайне важно обеспечить эффективное взаимодействие с федеральными структурами, институтами развития, госкорпорациями, естественными монополиями, активнее включаться в реализацию федеральных программ. И седьмое. Развитие деловых контактов с зарубежными партнерами, как один из приоритетов инвестиционной политики нашего региона. Так, в 2016 году под знаком сотрудничества с Индией, которым выступит государственным партнером, прошли промышленные выставки Иннопром. Энергичнее работать с иностранными инвесторами следует и на муниципальном уровне. Главам муниципальных образований следует учесть это обстоятельство при подготовке плана привлечения инвестиций. Евгений Куевышев обратился с просьбой к правительству Свердловской области организовать системную работу, обеспечить участие в ней министерств, ведомств, администрации муниципальных образований, общественных и научно-исследовательских организаций. И учесть, что в 2016 году главным критерием оценки эффективности работы министерств и органов местного самоуправления, а также лично их руководителей, будет являться объем привлеченных инвестиций и количество реализованных инвестиционных проектов. Реализуя на практике все эти направления, мы должны выиграть конкуренцию с другими регионами нашей страны в инвестиционной среде, обеспечить Свердловской области высокое место в рейтинге инвестиционной привлекательности, а как следствие жителям региона достойную заработную плату, новые рабочие места и растущее качество жизни. В ходе обсуждения министр инвестиций и развития региона Алексей Орлов доложил о тех мерах, которые планируются и уже предпринимаются для успешной реализации развития инвестиционной политики Свердловской области. Сегодня подготовлены изменения в областной закон о государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности. Принципиально новыми мерами государственной поддержки стали предоставление инвестиционного налогового кредита и возможность получать субсидии управляющими компаниями индустриальных парков. В случае, если такие субсидии будут планироваться в областном бюджете, то будет возможность привлечь софинансирование из средств федерального бюджета. Такие меры на федеральном уровне также предусмотрены на 2016 год. Министр энергетики ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов рассказал о том, как продвигается реализация проектов по подключению потребителей к энергосетям. По его словам, необходимые договоры о сотрудничестве с поставщиками электроэнергии в регионе будут заключены до конца текущего года. Вторым лимитирующим из ресурснабжающих – это газовые сети. В рамках реализации плана мероприятий дорожной карты по повышению позиций Свердловской области в национальном рейдинге Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в взаимодействии с гидерой и строителем Урала был разработан проект пилотного соглашения о сотрудничестве сферы подключения к газовым сетям ГУПСО газовой сети. И данное соглашение было подписано в середине текущего года. Реализация данного соглашения позволит создать условия для сокращения среднего времени осуществления этапов и процедур по подключению к сети газораспределения объектов капитального строительства. Евгений Куйвышев подчеркнул, что вся ведущаяся в этом направлении работа должна быть открыта и понятна всем задействованным сторонам, учитывать все имеющиеся возможности и необходимости. Я предлагаю по результатам решения инвестиционного совета в течение декабря месяца вам во всех управленческих округах провести семинары, совещания с доводкой информации представителям малого и среднего бизнеса по вопросам подключения присоединения к сетям. Вопрос инвестиций для Артемовского городского округа сложный. В наш муниципалитет пока не горят желанием заходить крупные партнеры, готовые развивать на территориях округа свои предприятия и производства. Во многом это связано не столько с тем, что подобные проекты не предлагаются, сколько с отсутствием времени и ресурсов для их продвижения. Местная власть старается удержать имеющийся баланс в условиях острой нехватки средств. Есть и другая причина. Нередко представители бизнеса, говоря о нашем муниципалитете, обращают внимание на нестабильность в рядах простых артемовцев, готовность их выступать против любых предложений, направленных в конечном счете на развитие муниципалитета. К сожалению, общественность округа нередко предпочитает жаловаться, клемить позором тех, кого они считают виноватым во всех бедах муниципалитета. Вместо конструктивного диалога и совместных поисков возможных точек роста, некоторые жители нашего муниципалитета выбирают протестную позицию, которая не несет конкретных предложений по изменению ситуации в Артемовском городском округе на более позитивную. За лозунгами о смене руководства на всех уровнях кроется глубокое непонимание нынешнего положения, отсутствие четкого плана, что делать потом. По сути, призывы отобрать и поделить не имеют под собой ничего, кроме попытки дискредитировать руководство муниципалитета и региона, создать напряженную атмосферу, используя которую можно потешить собственные амбиции организаторов народных волнений. Думать о том, что в наш муниципалитет потекут рекой деньги по мановению волшебной палочки, по меньшей мере странно. Ведь для получения любых благ необходим плодотворный труд, и труд этот должен быть совместным.